Премия «Добрых дел» вот так по-доброму называют премию губернатора Московской области Андрея Юльча Воробьева «Наш Подмосковье». В Щелковском районе в этом году 72 лауреата. В театрально-концентрном центре Щелковский театр идет церемония награждения. Лауреатами премии стали жители Подмосковья, выполнившие общественно значимую работу. Кто-то организовывал бесплатные поездки, занимался военно-периодическим воспитанием молодежи, высаживал деревья, занимался благотворительностью. И таких людей оказалось без малого тысяча. Кстати, по количеству поданных заявок на премию Щелковский район занял четвертое место. Мы видим, что сейчас то, что реализуется, оно идет от инициативы жителей. И даже в этом году впервые наша Московская областная дума уже сделала такой шаг вперед и приняла поправки, определенные документы для того, чтобы и бюджет Московской области был инициативным бюджетом. То есть там выделяются уже деньги на реализацию инициатив жителей. На сцену поднимались дипломанты в номинациях «Здоровый образ жизни», «Инновационные информационные технологии», «Гражданская инициатива», «Экология», «Культура и творчество», «Патриотика», «Добровольчество». Она же самая многочисленная категория. Елена Никифорова третий год организует многодетным семьям поездки в лучшие учреждения культуры Москвы. Благодаря моей работе многодетные семьи могут позволить себе отвезти своих детей в театре церкви Москвы, где номинальная стоимость билетов достаточно велика. Но руководство театров любезно предоставляет нам эти билеты по льготной стоимости и даже бесплатно, на безвозмездной основе. Дипломом лауреату достойна сборная бригада, взявшая на себя миссию обучать молодых людей в будущей армейской службе. В бригаде состоит наш сотрудник, телеоператор Сергей Василевский. Мы на самом деле командой не ожидали, что на нас обратят внимание, обратили. Мы 6 лет уже плотно занимаемся движением с молодежью. Многие, кто ушел в армию уже после нас, они стали уже сержантами. Жюри по присуждению премии отметила проект Дарьи Косовой. Суть его заключается в информировании молодежи о выборах как в местные органы власти, так и самого высокого уровня президентских. Премия будет направлена на поощрение активных ребят. У нас большое количество ребят во всех муниципальных образованиях Московской области. Каждый день выходят в школы, колледжи, вузы и общаются с подрастающим поколением. Проводят открытые уроки по избирательному праву, по избирательному процессу. Я очень благодарен вам за работу, я очень благодарен вам за труд. И то, что вы сделали, это идет, во-первых, во благо учебного района. Значительная часть проекта выполнена инициативными группами. Один из таких коллективов создал интернет-проект «Календарь войны. Хроника событий Великой Отечественной». На протяжении 1418 дней Великой Отечественной войны вот так вот эти новости будут ежедневно в интернете выкладываться. Премией губернатора также отмечен проект, посвященный памяти щелковского поэта Ивана Рудакова, автора стихов «Песня о Щелково». Это человек, который написал столько стихов о малой родине, о России. Потом этот человек был неравнодушным. В этом году соискателями премии ставили 75,5 тысячи жителей Подмосковья. Победителями определены ровно 2018 человек. Призовой фонд составил 180 миллионов рублей.